Азово Я сделал свой объезд и хотел бы задать ему вопросы, показать те места проблемные с моей точки зрения, которые волнуют не только меня, но и других азовчан и спросить будут ли они решаться, если будут, то в какие сроки конкретно. Вот из этих заборов толком ничего не видно. Водитель, который выезжает из второстепенной дороги, подвергается опасности. Ему толком ничего не видно. Сейчас мы встанем и мы в этом убедимся. Вот здесь должна быть разметка, чтобы водитель ушел влево, а этот выехал. Отсюда выехал безопасно. В безопасности мне нужно выдвинуть корпус машины и смотреть, ударят меня или не ударят. Вот видите, вот он ушел в сторону, он должен уйти по разметке. Чтобы он здесь не ехал. Ну это логично, это все просто. Ну вообще-то проектное решение, которое там было использовано, оно прошло государственную экспертизу. Там еще существуют гарантийные обязательства на этот объект. Пять лет. Поэтому сейчас пока влазить и что-то мешать, менять, нарушить проектные решения и потерять гарантию. Поэтому мы изучим этот вопрос, но пока я не готов говорить о конкретных решениях. Хочется сказать, что на примере, просто последнее время в Краснодаре жил и приехал в Азов, конечно. С одной стороны, удивил приятный прогресс, что рядом с поворотом на бывший завод КПУ убрали рельсы. Ну и удивительно, что сделали такие американские горки. Постоянно, постоянно будет, ну как бы дорогу сделали просто неровную. Ну, почему нельзя сделать ровно? Этот участок не входил в участок капитального ремонта. Он у нас был исключен, поскольку это была полоса отвода железной дороги. Соответственно, это уже делалось дополнительно после основного ремонта Когольницкого шоссе и улицы Промышленной. То есть это получился стык. Поэтому, естественно, там усилили асфальт, там толстый слой нанесли, потому что основания именно дороги там не соответствуют требованиям, тем, которые использовались на соседних участках. Вот просто толщиной асфальта усилили в надежде, что оно просто подольше поработало. Постоянно здесь спускаются фуры, вот там запрещающие знаки по Васильево и по Черноморскому спускаются. Я это лично наблюдаю. И потом они в этих малых переулках пытаются разворачиваться и убивают вот эти съезды вообще окончательно. Ну, с этим надо что-то решать, их вообще сюда фуры эти не пускать. Вот фура разворачивалась, раздавила пешеходную дорожку. Вот дорожку сделали и ее уничтожили. Ну, это в очередной раз может говорить только о культуре, сознательности наших автовладельцев, автомобилистов, поскольку есть дорожные знаки, которые регулируют дорожные движения в этой части города, запрещающие в том числе движение большегрузного транспорта. Полномочия по надзору за соблюдением правил дорожного движения – это полномочия органов ГИБДД. Поэтому мы договорились с депутатом, с жителями, с активом. То есть они фиксируют это либо на видео, либо, ну, скажем, каким-то иным образом такие нарушения передают нам, либо в ГИБДД. Ну и, соответственно, органы ГИБДД уже отрабатывают в части наказания этих нарушителей. Ну, вот Калинина. Ну, историческая часть. Ну, немцы ложили брусчатку эту, да? Ну, весь город, пленные немцы ложили тут. Ну, я понимаю, что историческая часть тут была там и крепость, и все. Ну, так что нам надо ломать ноги здесь? Я не пойму. Вот сейчас место. Вот это все, вот щебеночки что-то. Че подсыпали, че рассыпали, я не понял. Вот. Вот место. Слева мусоросборник. Люди просто ставят мусор. Я не понимаю. Ну, бак, может быть, поставить какой-то. Идет дождь, и смывается весь этот мусор вниз. Ну, то, что касается мусора, у нас там бестарный способ именно на этом участке. Поэтому там другого способа и нет. Баки там поставить негде. Есть требования для размещения площадок ТКУ. Это с дислокацией вывоза твердых коммунальных отходов города Азова. Именно так и закреплено, что там бестарка. Вот. То, что касается дороги. Да, дорога историческая, выложена булыжником. Вот. Мы этот вопрос определяли. Для того, чтобы ее, ну, скажем там, качественно выполнить, то это нужно делать также в том же виде в булыжнике мощения. Перекладка мощения – это очень дорогостоящая и трудоемкая процедура. И специалисты вообще сегодня днем с огнем не сыщешь именно в этом направлении. Поэтому пока эта проблема существует, мы ею занимаемся по мере необходимости. Но кардинально может решить только капитальный ремонт этой улицы, что пока мы, в общем-то, не можем позволить себе. По городу появились надписи «Убежище». Прокомментируйте, пожалуйста. Мы, значит, определили сегодня помещения, которые могут использоваться как укрытие. Это помещения, соответствующие определенным требованиям гражданской обороны. Там высота потолка не ниже метр восемьдесят. Технические требования предъявляются санитарные. Это, как правило, подвалы на квартирных домах. У нас их более 130 определено по городу. Полный перечень мы вывесим на сайте администрации, чтобы у жителей была возможность с ним ознакомиться. Никакой паники не должно быть у людей. Это плановая работа, собственно, для обеспечения их будущей безопасности в случае возникновения каких-то чрезвычайных ситуаций. Субтитры создавал DimaTorzok